Начнем мы с вами с того, что вспомним, о чем мы разговаривали в первой части. То есть краткое содержание первой серии. Главный месседж, который вы должны были вынести из первой части, говорил о том, что с групповыми политиками нужно дружить. Если вы не хотите бегать по клиентским компьютерам на четвертом десятке, значит на третьем десятке с групповыми политиками нужно разбираться. Это раз. Два. Групповые политики или GPO, а именно так они называются, могут создаваться и прикрепляться на различных уровнях. То есть групповые политики могут быть созданы и прикреплены на уровне сайта, домена и организационного подразделения. Соответственно, групповая политика, прикрепленная на уровне сайта, влияет на все компьютеры, которые находятся в этом сайте. Ну и, естественно, на всех пользователей. Групповая политика, прикрепленная на уровне домена, влияет на все компьютеры домена. И, соответственно, групповая политика организационного подразделения влияет на пользователей компьютеров, которые находятся в данном организационном подразделении, либо во вложенных. При этом я предлагаю не сбрасывать со счетов локальную групповую политику, она тоже есть и тоже играет свою роль. Соответственно, когда пользователь входит на компьютер, происходит применение групповых политик. Применение их в следующем порядке. Вначале применяется локальная групповая политика, потом политика сайта, потом домена, потом организационных подразделений. Это важно. Итак, если вдруг пользователь находится в организационном подразделении, то есть в самом низу, получается, что к нему будет применяться сразу несколько групповых политик. Как быть в таком случае? Первое правило. Групповые политики друг друга не перезатирают. Если групповые политики не пересекаются по параметрам, то есть к GPO2 один параметр, к GPO3 другой, к GPO4 третий и так далее, то пользователь на выходе получит суммирование параметров групповой политики. То есть от каждой политики свои параметры, и все это получает пользователь. Если вдруг параметры политик начинают друг другу противоречить, то выигрывает та политика, которая применяется последней. А последней у нас будет применяться групповая политика, примененная на уровне организационного подразделения. Это естественно, если она существует. Если у нас политика только на уровне домена и только на уровне сайта, следовательно, выиграет доменная политика. Если вы что-то прописали в локальной политике, то любая доменная ее легко перезатрет. Потому что локальная применяется первой, потом уже все остальное. Я надеюсь, это понятно. Но это просто на слайдах в жизни вы можете встретить вот такую ситуацию, когда вы открываете Grow Policy Management Console и видите огромное количество организационных подразделений. Ну, не огромное, а просто много. И групповые политики, которые прицеплены на уровне домена главного организационного подразделения, вложенных организационных подразделений. То есть политик много. И более того, на уровне каждого организационного подразделения или домена может прикрепляться сразу несколько групповых политик. Вот как в такой ситуации не запутаться? Мы с вами сейчас посмотрим несколько простых примеров, которые помогут вам в голове выстроить кубики и понять, каким же образом будут решаться конфликты групповых политик. Ситуация первая. Мы имеем следующую структуру. На уровне домена прицеплена групповая политика. В домене есть корневое организационное подразделение Business.au. На нем тоже, на этом организационном подразделении, также прикреплена групповая политика. И два вложенных в Business.au организационных подразделения. Это организационное подразделение пользователей и компьютеры. Опять же, на каждом по своей групповой политике. А вот теперь ситуация. Человек входит на компьютер. Его учетная запись находится в организационном подразделении Users. Учетная запись компьютера, куда он логинится, находится в организационном подразделении Computers. Какие параметры пользователь получит при входе. Итак, давайте разбираться. Прежде всего, начнем с параметров пользователей. Мы видим, что параметры групповых политик, а это в блоке Users на уровне домена задан параметр D, в блоке Users на уровне организационного подразделения Business.au задан параметр V, и в блоке Users на уровне организационного подразделения Users задан параметр E. То есть, поскольку параметры заданы разные, произойдет суммирование этих параметров. Следовательно, пользователь при входе получит параметр D плюс параметр V плюс параметр E. Та же самая петрушка и с параметрами компьютера. Мы видим, что в каждой групповой политике заданы разные параметры. То есть, человек, войдя на компьютер, компьютерные настройки получит следующее – D плюс V плюс S. Вот, собственно говоря, и результат. Вывод какой? Несколько политик не пересекаются друг с другом. В результате получаем суммирование параметров. Это самый простой вариант. Давайте посмотрим чуть более сложную. В данном примере расстановка организационных подразделений не поменялась. Мы по-прежнему имеем домен и по-прежнему имеем три организационных подразделения. Плюс четыре политики. Одна применена на уровне домена, три применены на уровне разных организационных подразделений. Итак, давайте разбираться, что человек получит при входе, какие результирующие параметры. Начнем, пожалуй, с пользователя. Итак, в начале наш пользователь возьмет параметр из доменной политики. Мы видим, что в блоке Users параметр равен единичке. D равно 1. Потом будет применяться политика организационного подразделения бизнеса. И оттуда, из блока Users Configuration, возьмется D равное 2. То есть будет перезатерто то, что было установлено на уровне домена. Какая политика будет применяться далее? Естественно, та, которая прикреплена на организационном подразделении Users. Потому что именно здесь находится учетная запись пользователя. А мы видим, что здесь установлен параметр D равно 4 для блока User Configuration нашей политики. Получается, что три политики на разных уровнях, и каждая политика один и тот же параметр устанавливает по-своему. В таком случае, в правильном результате, человек получит то значение, которое присваивается на более низком уровне. А более низким уровнем у нас является организационное подразделение Users. Потому что именно оно обрабатывается последним. То есть человек получит D равное 4. То же самое справедливо и для компьютера. Мы также видим, что на уровне домена D равно 1 для блока Computers. На уровне Business.au D равно 2. Тоже на уровне части политики Computers. И на уровне организационного подразделения Computers, где непосредственно находится объект ПК, параметр D равен 3. То есть принцип тот же самый. Сработает то правило, или будет применен тот параметр, который применяется последним. А последним у нас будет применяться параметр на уровне организационного подразделения Computers. То есть D будет равно 3. Итак, правильный ответ звучит так. Войдя на компьютер, человек получит по линии пользователя D равное 4. По линии компьютера, то есть по частям политики Computers, D равное 3. Я надеюсь, это понятно. Следующий пример. Опять же, конфликт параметров разных групповых политик. Структура не поменялась. Более того, политики прицеплены там же, где и были. То есть на уровне домена, Business.au, Users, Организационного подразделения и Configuration. Давайте с вами пойдем по порядку. Для начала выясним, какие параметры получит пользователь при входе на компьютер. То есть какие параметры он унаследует от той части политики, которая содержит User Configuration, или конфигурацию пользователя, или параметры пользователя, как угодно. Итак, на уровне домена он получит параметр Y, который равен 1. На уровне Business.au он получит параметр D, который равен 2. На уровне Users, Организационного подразделения, он получит параметр D, который равен 4. Итак, давайте с вами рассуждать. Параметр Y сдается только в одном месте, на уровне домена, и на более низких организационных подразделениях не применяется. Не применяется. Не переопределяется. Параметр D у нас указан два раза. Первый раз он равен 2 политике на уровне Business.au. Второй раз он равен 4 на уровне Организационного подразделения Users. Поэтому вывод делаем следующий. Пользователь при входе нам в компьютер получит два параметра. Первый Y равен 1, и второй D равен 4. Почему 4? Потому что политики, которые применяются к Организационному подразделению Users, он будет применяться позже, чем политики, которые указаны на Business.au. То есть по пользователю определились. Давайте теперь определяться по компьютеру. Вначале к компьютеру применится параметр E, который равен 5. Это будет на уровне домена. Потом на уровне Business.au к компьютеру применится параметр D, который равен 2. И опять же, на последнем Организационном подразделении Computers, где сам объект компьютера и находится, также указан параметр D, который равен 3. Поэтому правильный ответ будет следующий. Компьютер получит два параметра. E, равное 5, и D, равное 3. Пользователь, соответственно, тоже 2. Y, равное 1, D, равное 4. Окей. Ну что ж, давайте закончим с конфликтами разных параметров групповых политик. Чуть позже я покажу вам, каким образом, с помощью каких средств посмотреть, какие политики и какие параметры применены к пользователю или к компьютеру. А пока мы поговорим с вами о другом, немножко на другую тему, о такой вещи, как административные шаблоны. Что же такое административные шаблоны? Административные шаблоны – это способ расширения ваших групповых политик, то есть добавления дополнительных параметров, которые вы можете сконфигурировать на клиенте. Началось все с файлов ADM, которые использовались в предыдущих версиях операционных систем, я имею в виду XP и Windows Server 2003. ADM-файлы, они как раз и назывались административными шаблонами. С выходом Windows Vista и, соответственно, Windows Server 2008 и уже 7-ки, и Windows Server 2008 R2 начали использоваться другие форматы файлов ADMX и ADML. Оба вида этих файлов предназначены для модификации реестра на управляемом компьютере. Разница между ними в том, что ADML-файл, он языкозависимый, то есть создан для специального языка. Изначально уже в вашей операционной системе существуют готовые ADMX-файлы, в частности, я имею в виду контроллер домена, который вы развернули. Там уже есть ADMX-файлы для управления. И когда вы открываете оснастку управления групповой политикой и какую-то конкретную групповую политику разворачиваете для редактирования, выбрав административные шаблоны, вы видите те административные шаблоны, которые уже присутствуют в вашем компьютере. Соответственно, правите там настройки, при применении групповой политики в реестре клиентского компьютера происходит изменение. Если вдруг вы хотите менять какие-то другие ключи реестра и управлять другими, не только, допустим, операционной системой, но и приложениями, которые также могут брать настройки из реестра, то для этого необходимо скачивать дополнительные административные шаблоны. В частности, присутствуют административные шаблоны под такой продукт, как Microsoft Office, под Office коммуникатор, да еще много под что. То есть, скачаете с сайта Microsoft, добавляете на свой контроллер домена или контроллеры домена и начинаете управлять тем ПО, под которым заточены эти административные шаблоны. Более того, существует возможность создать свои административные шаблоны, но это как бы выходит за рамки данного доклада. Итак, давайте посмотрим, как же это все-таки работает вместе, что я сейчас продемонстрирую. Я сейчас создам несколько групповых политик, мы посмотрим, как они друг на друга накладываются, покажу инструменты, с помощью которых можно выявить, какая политика применилась или какие политики применились, посмотреть на эффективные параметры, то есть, что клиент получил из трех-четырех политик, которые к нему применялись. И третьим пунктом я покажу, как работать с административными шаблонами, где они вообще находятся в групповой политике и как расширить, как добавить дополнительный административный шаблон. Ну что ж, приступим к демонстрации. Для начала я себе сделаю небольшую заготовку, создам организационные подразделения, каждое из которых будет вложено в предыдущее. То есть, у меня будет корневое организационное подразделение, которое называется Microsoft. В него будет вложено другое организационное подразделение, которое будет называться Россия. И уже непосредственно в Россию будет вложено организационное подразделение МКС. Поясню, для чего я это делаю. Чтобы впоследствии можно было на уровне каждого организационного подразделения создать групповую политику и прикрепить ее. А потом уже посмотреть, как будут сводиться параметры трех разных групповых политик. Естественно, пользователь и компьютер будут находиться в организационном подразделении МКС, чтобы на него влияло все три политики. И Microsoft, и Russia, и МКС. Я сейчас перетаскиваю, мне показывают предупреждение о том, что у пользователя политики изменятся, потому что он поменял местоположение в Active Directory. Это действительно так. То есть, он переехал в другое организационное подразделение. Итак, отлично, все сделали. Теперь можно создавать групповые политики, ну и, естественно, их редактировать при желании. Что я сейчас делаю? Разворачиваю организационные подразделения, их три штуки, и на уровне каждого создаю по политике. На уровне организационного подразделения Microsoft будет создана политика, которая так и называется Microsoft GPO. На уровне России будет создана Россия GPO. Ну и, естественно, на уровне МКС будет создана МКС GPO. Так, последняя политика. И, в принципе, она уже практически готова. На текущий момент, каждая из этих политик является пустой, то есть, не содержит практически никаких параметров. Папки с этими политиками на syswall не будут содержать никаких файлов. Что я сейчас делаю? Я захожу в редактирование любой из этих политик и разворачиваю computer configuration, user configuration. Обратите внимание на ту часть, которая называется административные шаблоны или administrative templates. Вот эти административные шаблоны как раз и отвечают за редактирование реестра, за изменение параметров на клиенте. Что мы здесь видим? Что какие-то блоки настроек уже есть. То есть, часть административных шаблонов уже присутствует на моей операционной системе. Находятся шаблоны в папке Windows в definition, в полюсе definition папочки. И если мы в нее зайдем, то, соответственно, увидим и ADMX файлы, и ADML файлы для английского языка. То есть, часть уже есть, вот то, что вы видите в оснастке управления групповой политикой, это как раз содержимое папки C, Windows Policy Definitions. Окей, что я делаю сейчас? Давайте с вами поступим следующим образом. Подключимся к папке Syswall. Давайте для начала посмотрим, какой идентификатор у тех политик, которые нас интересуют. Так вот, что я предлагаю? Подключиться к папке Syswall и зайти в те политики, которые только что создали. То есть, Moscow GPO, Russia GPO и MKS GPO. Что после этого? Зайти и посмотреть, есть ли там какие-нибудь параметры. Поскольку мы ничего не правили в тех же административных шаблонах, то зайдя в Syswall, в интересующую нас полиси, ну, в принципе, можно посмотреть по дате создания, и сразу будет понятно, какие три политики последние были созданы. Давайте возьмем любую из них, неважно на самом деле какую, и видим, что в блоке Computers абсолютно чисто, абсолютно то же самое и в блоке Users. Политики-то пустые, но ничего, дело поправимое. Мы сейчас с вами отредактируем каждую из этих политик. То есть, зайдем в Edit и какой-нибудь из параметров подправим. Ну, поскольку у нас разговор зашел про административные шаблоны, соответственно, блок Administrative Templates мы править и будем. Давайте сейчас зайдем в настройки системы и что-нибудь с вами поменяем. Ну, например, настроим дисковые квоты. То есть, включим или наоборот отключим. Переведем параметр EnableDiskQuote в состояние Enable. То есть, квоты будут включены. Включены по этому положению параметра политики. Что еще? Давайте запретим изменять квоту пользователям. То есть, включили, а пользователь поменять не сможет. То есть, мы сейчас изменили ту часть, те параметры, которые находятся в административных шаблонах. Теперь зайдем в RussiaGpo и, соответственно, тоже что-нибудь поменяем. Так, административные шаблоны. Блок System. И, например, настройки файловой системы. Давайте, например, не разрешать сжимать файлы NTFS сжатием. Ну, видели, наверное, да, такое есть в операционных системах. NTFS сжатие родное. Я перевожу в состояние Enable. И после этого сжатие будет запрещено. Ок. Закрываем. Подправили вторую политику. Опять же, в блоке административные шаблоны. И теперь третья политика, последняя из оставшихся. Разворачиваем административные шаблоны. И что мы сейчас с вами сделаем? Там же в File System переопределим те параметры, которые были заданы на политике в вышестоящем уровне. На той политике, которая применяется к организационному подразделению Russia. То есть переопределили эти параметры. Что мы сейчас с вами делаем? Возвращаемся в папочку Syswall. И давайте смотреть. Давайте смотреть. После того, как мы изменяли административные шаблоны, поменялись ли наши политики. Ну вот, в частности, в блоке машин у политики появился такой файлик, который с расширением пол. Вот, соответственно, в этом файле и указаны, какие параметры на клиентском компьютере реестра, естественно, будут меняться. И поскольку мы меняли административные шаблоны у трех политик, соответственно, три файла половских в каждой из политик будут находиться. Окей. И что, соответственно, будем делать сейчас? Нужно проверить в работе административные шаблоны и посмотреть, как они применились. Ну вот, кстати, еще другие файлы. Можно посмотреть и увидеть, что это действительно тот административный шаблон мы правили. Например, там четко просматривается слово «дисковый код». Итак, перехожу на клиентский компьютер. Там у меня администратор. Остается залогиниться. И посмотреть, применились ли параметры. В принципе, посмотреть, применились ли параметры или нет, можно не проверяя, да, то есть не заходя в настройки, не смотря там эти квоты. Можно открыть командную строку и воспользоваться чудесной утилитой, которая называется GP Result. Настоятельно рекомендую разобраться, как она работает. Это очень полезная штучка. Утилита выполняется из командной строки. Ну и, естественно, в командную строку вводят результат. Я сейчас запускаю GP Result с ключом V, и мне вводятся подробные информации о том, какие настройки сейчас применены к моему компьютеру. И первый блок данных именно для компьютера. Давайте посмотрим. То есть видно, где у меня находится объект компьютер. А находится он в организационном подразделении МКС, организационном подразделении Russia, Microsoft. Ну, все четко видно. Когда последний раз применялась групповая политика, и какие объекты групповой политики применялись. Причем, обратите внимание, та политика, которая применялась в последней, она находится выше. То есть МКС, GPO, она более приоритетна. Но здесь очень много информации полезной. В частности, мы можем посмотреть, какой параметр и от какой именно групповой политики нам передался. Если опустимся ниже, дойдем и до блока административные шаблоны. Вот теперь смотрите внимательно. У нас от одного административного шаблона МКС, GPO, один параметр и два параметра от групповой политики Moscow, GPO. Почему нет групповой политики Russia, GPO? Все очень просто, она перезатирается. Если не уловили момент, откатите видео назад и посмотрите, какие параметры я где прописывал. То есть Russia, GPO просто перекрылась политикой более низкого уровня. Есть еще вариант сделать то же самое, но через графический интерфейс. Но если вам не нравится командная строка. Для этого можно воспользоваться оснасткой результирующей политикой. Вы сейчас увидите, как просто это делается. То есть оснастку я уже создал. Остается сгенерировать RSOB или сгенерировать отчет. Отчеты можно генерировать двух видов. Отчет planning, планирование и входа. Вход показывает, что у вас есть сейчас на компьютере. Режим планирования показывает, что должно быть в соответствии с настройками на контроле редомена. Я говорю, что меня интересуют текущие параметры. То есть что есть для пользователя-администратора и для этого объекта компьютера. Итак, отчет сгенерировался. И что мы с вами видим? Мы видим, что в административных шаблонах прописано два параметра. Причем отсюда четко видно, какими политиками эти параметры были применены. То есть дисковые коды это Moscow GPO, NTFS это, соответственно, MKS GPO. И отсюда прям открываете, смотрите, какие есть параметры. Тоже неплохой инструмент. Можно использовать его. Итак, что мы с вами попробуем еще? У меня на данном компьютере установлен Microsoft Word 2010. Мы сейчас попробуем с вами управлять офисом через административные шаблоны и, естественно, через групповую политику. То есть я сейчас открыл, вижу, что мне предлагается хранить документ в формате Word, ну то есть в новом формате. Что я делаю сейчас? Поскольку групповая политика не умеет управлять офисом по умолчанию, то мы делаем следующее. Скачиваем административные шаблоны, естественно, с сайта Microsoft и добавляем их на наш контроллер. Итак, что я сейчас делаю? Я ввожу в поисковой строке ADMX Office 2010 и с сайта Microsoft качаю буквально 15-мегабайтный архив. Окей, найден. Офис у меня 32-битный, соответственно, 32-битный административный шаблон я и качаю. Спасибо московскому интернету, скорость хорошая. Итак, фактически скачен административный шаблон. И что нужно сделать сейчас? Вот ту папку, которую я вам показывал в самом начале записи, которая находится в Windows и называется Policy Definitions, вот в ту папку и нужно добавить эти административные шаблоны. И потом, впоследствии, при открытии оснастки управления групповой политики и при редактировании групповой политики, они подхватятся и вы сможете их настраивать. Итак, для начала я распаковываю файлы ADMX шаблонов в папку ADMX на рабочем столе. Теперь нахожу там ADMX, все выделяю в папочке ADMX и переношу в Policy Definitions, которая находится в папке Windows. Итак, давайте сейчас быстренько скопируем и проверим, посмотрим на результат. Итак, Windows Policy Definitions и вставляем прямо сюда в корни. Окей, все отлично. Там просто несколько языков, ADMX файлы. Что мы делаем сейчас? Берем любую из наших политик и переходим в режим редактирования. И, к примеру, в той же Users Configurations разворачиваем административные шаблоны и видим настройки Microsoft Office. Давайте сейчас не будем мудрствовать лукаво, откроем Word и что-нибудь поменяем. Ну, например, поменяем, чтобы у нас по умолчанию файлы сохранялись в формате ODT. Ну, то есть, как он там называется? Open Source Format. Так, переключим параметр в Enable и находим Open Document. Отлично. Окей. И, в принципе, можно обновлять групповую политику и смотреть, появился ли результат. То есть, в одной из политик, да, я этот параметр поменял, который влияет только на Office. Итак, для того, чтобы проверить результат, я сейчас закрываю Word. И, естественно, не ожидая времени фонового обновления политики, просто ввожу GP Update с ключиком Force. Отлично. Просит перезагрузить, но это для параметров компьютера, нам это не нужно. В принципе, достаточно. Политика обновилась. Давайте запустим Word и посмотрим на результат. Итак, пытаюсь сохранить файл. Давайте сейчас что-нибудь напишем. Проверка работы шаблона ADMX. И попытаемся этот файлик сохранить. Как вы видите, предлагает сохранять в OpenDocument формате. То есть, все административные шаблоны заработали, все отлично. У нас получилось управлять офисом через групповые политики. Итак, давайте подведем итоги. По окончанию второго доклада вы уже знаете, как создавать групповые политики, как их применять, более того, как редактировать. Что будет, если вы примените 2, 3, 4 групповых политики, как произойдет слияние параметров. Ну и, опять же, во втором докладе мы познакомились с административными шаблонами. То есть, теперь вы знаете, что можно расширять ваши групповые политики и использовать такую замечательную вещь, как ADMX файлы. Окей. Я настоятельно рекомендую вам посмотреть доклад Василия Гусева, который посвящен такой части групповой политики, как Grow Policy Preferences. Он также есть на сайте techdays.ru. Качайте, смотрите. Доклад очень хороший. И вот если его смотреть третьим, он дополнит ваше представление о групповых политиках. Коллеги, я всех приглашаю на обучение по Active Directory курсов несколько. Это 64.24 начальный, M64.25 основной 5-дневный курс по конфигурированию Active Directory Domain Services. И 64.26 устранение неполадок по защищенному доступу на базе Windows Server 2008 Active Directory. Приходите на обучение. Active Directory тема большая и достаточно интересная. Ну что ж, до новых встреч. Всем спасибо за внимание. С вами был Руки Илья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok